Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, посвящена памяти одной из самых известных русских инокинь, настоятельницы Люшинского Иоанна Притеченского монастыря и гумени Таисии Солоповой, духовной дочери праведного Иоанна Кронштадтского. В 1892 году, прочитав рукопись этой книги, отец Иоанн написал на последней ее странице «Дивно, прекрасно, божественно, печатайте в назидание». А в 1906 году, видимо, желая поскорее увидеть издание этой книги, Кронштадтский пастырь снова повторяет на ее страницах, благословляется печатать эту книгу как достойную печати на память будущим родам и во славу Божью. После этого рукопись много раз переиздавалась, а в этом году вышло ее новое издание. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию автобиографические записки и гумени Таисии, вышедшие в свет в издательстве «Отчий дом». Итак, перед вами новое издание книги известной русской подвижницы конца XIX – начала XX века и гумени Таисии Солоповой. Чем же так притягательно оказались для современников и гумени Таисии ее автобиографические записки, что даже в досоветское время книга эта выдержала несколько тиражей? Как отмечали литературные критики того времени, книга привлекала читателей своей пронзительной искренностью, чистотою и живую верою в живущего в Боге человека. Пишет епископ Тихвинский и ладийнопольский Мстислав в предисловии этой книги. Мария Васильевна Солопова, мирское имя и гумени Таисии, происходила из дворянской семьи из рода Пушкиных. С самого рождения она была отмечена избранничеством Божьим. В семье она была долгожданным ребенком, рожденным по обету посвятить дитя Богу, и вся ее долгая многотрудная жизнь явилась свидетельством действия промысла Божьего в ее незаурядной судьбе. Господь наделил свою избранницу многими талантами – прекрасной памятью, умом, образованностью, блестящими литературными способностями, высокой одухотворенностью и редким организаторским даром хозяйского управления. Но самое главное, он чудесным образом дал ощутить ей свое реальное присутствие в ее жизни, свое отеческое руководство ее судьбой. И это почти осязаемое ощущение близости к Господу, к Его Пречистой Матери и к Его Святым стало основой крепкой искренней христианской веры и гумени Таисии. О, как можно не веровать! «На каждом шагу видны чудеса веры, видно величие ее», – пишет она в своем духовном завещании. «Не слепо, не безотчетно я верую осознательно, так сказать, осязательно, понимая во что, почему и как верую», – говорит она своему духовному отцу, святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Духовная зрелость, горячая любовь ко Христу сделали игуменю Таисию сестрой и духовной дочерью отца Иоанна Кронштадтского, как сам батюшка называл ее в своих письмах к ней. Игумене Таисия глубоко почитала отца Иоанна и ничего не предпринимала без его благословения. Отец Иоанн, в свою очередь, очень ценил матушку, ее ум, дар рассудительности, труды по устройству монастырей. Она стала одним из ближайших его духовных друзей. По словам владыки Мстислава, игуменя Таисия прошла нелегкий, но удивительно благодатный путь своей жизни. От маленькой девочки, мечтающей о монашестве, воспитанницы Павловского института благородных девиц, до игумени, настоятельницы первоклассного, Леушинского и Иоанна Притеченского женского монастыря в Череповецком уезде. Путь ее жизни не был лишен скорбей и поношений, но во всех жизненных обстоятельствах матушка Таисия, по собственному признанию, всецело уповала на промысл Божий и всегда чувствовала на себе десницу Всевышнего. Как говорится в издании 1916 года, можно сказать, несомненно, что матушка Таисия с самых малых лет была избрана промыслом Божиим на служение Святой Церкви и ближним своим в звании монашеском. И это звание пришлось проходить ей при несении весьма тяжелого креста. Сама она свидетельствует, что крест ненависти и зависти к ней людской был спутником всей ее долголетней жизни. Этот крест, пишет матушка Таисия в своей автобиографии, станет над моей могилой и не только как обычное украшение христианских могил, но и как символ крестоношения, погребенной под ним, как неотъемлемая принадлежность моя. Но этот крест и привел ее на высоту христианского подвига, садил ее истинной исполнительницей заповеди Спасителя, кто хочет по мне идти, да отвяжется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Читая внимательно эту автобиографию гумени Таисии, мы, по словам издателей, можем ясно видеть всю величину и всю тяжесть иноческого подвига, а также видеть и все настоящее значение иноческой жизни, как для желающих найти верный путь спасения, так и для мирян, которые, находясь в суете житейской, могут видеть из этой автобиографии, что Бог в тяжестях его, знаем, есть. Записки матушки дают понять, что если и посвятившие себя иноческому служению могут истинно познавать Бога только через посылаемые им испытания, то тем более увлеченные житейской суетой, они могут восходить из этой греховной сети только через путь того крестоношения, какой Господь, желающий всем спастись и в разум истины прийти, посылает и каждому мирянину, лишь бы он слышал этот зов и следовал ему. А чтение автобиографии матушки, по мнению издателей, и может отрезвить многих мирян. Как отмечает владыка Мстислав, записки игумени Таисии не являются фундаментальным трудом или научным исследованием. Они носят духовно-просветительский характер и имеют нравственно-воспитательное значение, в первую очередь для монашествующих. Я считаю, что эта книга весьма полезна для духовного становления монашествующих, пишет настоятельница свято-троицкого Стефана Махричского женского монастыря игуменя Елизавета Жигалова. Рекомендую читать книгу записки игумени Таисии каждой новоначальной сестре. Но адресуя эту книгу в первую очередь для монашествующих, издатели отнюдь не умаляют ее значение и для благочестивых мирян, которые найдут в ней много назидательного и для себя. «Духовное наследие великой подвижницы, избранницы Божьей, игумени Таисии, поучительно и назидательно не только для тех, кто избрал для себя монашеский путь, но и для каждого человека, стремящегося к Богопознанию и самосовершенствованию». Так считает настоятельница Горненского женского монастыря в Иерусалиме игуменя Георгия Щукина. Инициатива переиздания этой книги принадлежит приходу храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова исторического Леушинского подворья в Санкт-Петербурге, на базе которого сегодня по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе сформировано Иоанна Таисинская Леушинское монашеское сестричество. По мнению владыки Мстислава, издание этой книги своевременно именно сегодня, когда сразу в нескольких епархиях осуществляется сбор материалов к жизнеописании матушки для ее канонизации. «Отрадно осознавать, говорит архипастырь, что несмотря на апостасию духовной жизни, такие книги выходят в свет и находят своего благоговейного читателя». «Да послужит высочайшим образцом нам жизнь игумени Таисии, всецело посвятившая себя Господу». Дорогие друзья, наша передача сегодня подошла к концу. Как всегда, я напоминаю вам, что эту и другие новинки православной литературы вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова